Оставлять преданных, даже которые непосредственно с нами несут это прение, этот как бы крест любви, крест любви, да, вот это то, что мы вместе, знаете, как вот на войне люди, они там где-то поддерживают плечо друг друга, как я помню, Сатя Прабон сказала, что мы помним больше всего, вот, например, мужчины, они помнят какую-то армию, потому что в тех трудных условиях кто-то, ну, знаешь, там, выделился коркой хлеба или еще как-то, ну, такие, когда экстренные ситуации, когда кто-то тебя поддержал, ты это очень ценишь, вот какие-то вот, ну, какие-то там соревнования, где вы там, ну, сражались, что-то такое, и поэтому в преданном служении тоже вот те преданные, которые нас поддерживают, которые нас вдохновляют, которые нам помогают, мы очень это ценим, вот, и для меня Паша, он как раз так проявился в нашей ядре, как-то неожиданно, какой-то цветок лотуса стал распускаться и проявлять столько замечательных качеств, и даже, ну, если, например, у меня есть зависть в любом случае, но я так вижу, этот человек столько, ну, делает для общины, столько делает для меня, и он такой, как бы, простой, вот, и, ну, что я могу сказать, если даже брать внешние какие-то категории, что я там его старше по возрасту, старше по каким-то инициациям, ну, я во многом чувствую его, ну, что он во многом меня превзошел, даже вот как просто, как ответственный человек, который может, ну, вот так гармонично уделить время социальной стороне жизни, семье, духовной стороне жизни, это зрелость, это зрелость, все, все великие люди, они могли вот как-то правильно совладать со временем, это большой показатель, ну, нас как сильной личности, то есть, когда мы не управляем временем своим, когда мы такие, знаете, праздные, хаотичные, у нас сегодня есть вдохновение, мы что-то делаем, завтра оно ушло, потому что гуны меняются, мы уже забили на все, нам не хочется, мы вот такие кальюжные, бредные, и когда мы видим какую-то стабильность в чем-то, то это очень сильно вдохновляет, и вот я как раз в Паше вижу такую стабильность, и самое интересное, что он не боится брать вот эти, ну, какие-то шаги в плане ответственности, да, казалось, что у него там, ну, реально, ну, как, ну, реально работа, это же не то, что Денис, ну, Денис тоже классный, но он там как подмастерия, он там что-то сделал, помог, а Паше он должен, ну, закупить товар, это туда-сюда, там, где-то брак, то есть, на нем вот это умственное геморрой, можно так сказать, ну, тогда, не, ну, да, да, знаете, как-то, да, Денис, он может тоже переживать, там, что-то не берут или берут, но, как бы, когда на тебе груз, это совсем другая вещь, ответственность там, как-то, ну, на тебе люди, причем, ну, семья, жена и трое детей, вот у нас сладкая, парушка сидит, у нас может сказать, что такое, когда много детей, когда вот этот детский садик, это, ну, ну, практически, это много счастья, много любви, много любви, много счастья, но и в то же время всегда есть побочные эффекты этого, ну, большого счастья, но всегда ты должен быть в тонусе, потому что, ну, дети, это, ну, не просто, ну, что-то неживое, ну, ты забыл там фикус полить, он не ноет, нет, дети, они всегда напомнят о своих потребностях, вот, если у вас даже один, ну, богослав, да, и то уже жизнь становится в ярких красках, да, вот сейчас вот сюда пробудет на фестивале, везет с собой богослава, он понимает, что тоже, ну, как бы, этот приятный балласт, он даст о себе знать, что надо как-то создать какую-то зону комфорта, чтобы этот, ну, великий вайшнав был счастлив где-то там на пляже, на море, еще как-то, ну, вот, чтобы дал позволить тоже как-то погрузиться в духовную реальность, потому что, если он не будет счастлив, он будет напоминать, ну, отец, ты чего тут пришел в этот мир, просто, ну, как бы, слушай, папа, вот, ай, папа, зачем ты так долго ждал меня, чтобы я пришел в этот мир, нет, давай, выполняй тоже свой долг, вдохновляй, ну, я к тому, что у Паши тоже трое детей, и он как-то, ну, вот, родители его, родители его жены, и он как-то это все успевает, он успевает поучаствовать на футфу-лайфе, да, где-то надо, он использует свой автомобиль, он специально купил такой автомобиль из много мест, чтобы возить куда-то вайшнав, сейчас он повезет на фестиваль, он даже сам договорился, там, снял эти номера, ну, как-то просто, вот, как будто вот некому больше, ну, Паши просто нечем заниматься, ну, чем еще посаниматься, ай, сейчас как бы, там, сниму все, оплачу, там, это все, чтобы, ну, это, ну, на машине, там, отвезу всех, привезу, да, ну, там, понятно, что, ну, человек в радость берет вот ответственность, у него есть какое-то понимание, что преданное, ну, по крайней мере, на данном этапе, и дай бог мы помолимся, чтобы это, ну, дольше, ну, происходило, всегда, но это правильное настроение будет позволять прогрессировать, да, человек взял на себя Бхагава там, тут у нас люди годами сидят и попробуют, там, ну, сядь, там, что, да, не, не, такое ложное смирение, на самом деле, потому что где-то мы, ну, не скрываем, что мы велики, правильно, а где-то, когда выйти из зоны комфорта, рассказать, ну, там, ну, понятно, вначале ты, там, будешь, ну, волноваться, три слова, может, не связать, но со временем, приобретая этот опыт, ты будешь проходить через эти вещи, тем более, ну, если у тебя нет опыт спонтанной катхи, ты будешь всегда готовиться, а готовиться, это значит погружаться, это что-то слушать, это тоже определенный опыт, даже когда мы иногда репетируем в спектаклях, иногда так, если это лило, ты так можешь погрузиться, ну, реально, классно, это, ну, такой тоже опыт, когда ты к чему-то готовишься, что-то думаешь, даже когда какой-то творческий проект, ты туда погружаешься, там, бац-бац, что-то вырисовывается, потом рождается какой-то шедевр, он не рождается просто, ну, как правило, спонтанно, это редко, когда ты просто погружаешься, медитируешь, и тебе Кришна за вот эти усилия дает какой-то результат, и Паша вот так, он говорит, ну, он, представьте, он выписывает там что-то, сидит, он может до двух ночи, до двух ночи, а потом в четыре встает, ну, или вообще не ложится. Ну, да, уже, какой смысл? Ну, он же не говорит, ну, ребята, я там, ну, Багову там давал, я не пойду на работу, там, или не пойду. Нет, он идет на работу, там, не доски где-то там, ну, а где ты сейчас? А ты спишься. А что ты придешь домой, там, сразу, ну, как бы, семье говоришь, все, и папа не высыпался, все куда-то скрылись. Нет, тоже где-то там. Поэтому, ну, вот, это показатель, да, это реально вдохновляет. Тем более, он такой, знаете, как бы, настолько уникальный, с ним можно на любую тему поговорить. Он, у него нет вот это, знаете, как вот начального религиозного фанатизма, как люди приходят, вот, если ты затрогивал темы, связанные с сознанием Кришны, особенно, если ты, там, ну, дважды уницируй, то не, нет, что-то тут не так. Не, он нормально, мы с ним обсудим что-то, футбол, там, чемпионат, и все что-то. То есть, он такой коммуникальный, он любую тему может. И, причем, он, ну, не боится сознания Кришна. Знаете, как бывает, там, если ты где-то...